Добрый день, друзья! Надеюсь, меня слышно. Так, если слышно меня, тогда начинаем. Начинаем. У нас сегодня интересная тема. Интересная тема. Мы с вами поговорим об управлении финансовым и управлении компанией в сложных экономических условиях. Непростая тема. И что я хотел сказать вначале, что те сложные экономические условия, в которые мы с вами попали, они, к сожалению, характерны не только для нашей страны. Буквально вчера я читал рассылку. Есть такое сообщество, такие отцы-основатели методики Биоинд Баджетинг. Называют они себя Биоинд Баджетинг Раунд Тейбл. Находятся они в Великобритании, в Лондоне. Я активно с ними переписываюсь, получаю от них рассылку. Вот они написали план своей повестки на 22-й год и на 23-й год. И объявляя свои планы, они говорят о том, что мир финансовый, причем не российский, а как минимум англоязычный мир, он переходит плавно из стадии коронакризиса в стадии украинского кризиса. То есть они считают, что финансовые последствия санкций и обратные меры, которые эти санкции вызывают по отношению, собственно, к странам их вводящим, да, они уже получили среди финансистов название украинский кризис. Поэтому, не знаю, будет ли вас радостью или облегчением сказать, что не только Россия находится в сложной экономической ситуации. Мировые финансисты, по крайней мере англоязычные, тоже считают, что мир находится уже в ситуации украинского кризиса. Спасибо, что хотя бы мы вышли из ситуации коронакризиса. И сейчас я открою презентацию. С радостью с вами поделюсь. Так, если у вас на экране нет презентации, она не будет перелистываться, мало ли, да, могут быть технические особенности, тогда вы, пожалуйста, сигнализируйте. Хотел сказать вам несколько слов про управление в сложных условиях. И здесь я сравниваю, знаете, управление финансами, да, с управлением автомобилем на скользкой дороге. И когда автомобиль ехал, у него были свои планы, у водителя, его пассажиров, да, куда они приедут, и они попадают на скользкую дорогу внезапно, то, конечно, инстинктивно водитель принимает меры, которые могут нивелировать воздействие агрессивной окружающей среды. То есть снижает скорость, да, он там выворачивает руль. Но когда, будем надеяться, эти действия успешно водитель сделал, он понимает, что скользкая дорога-то не кончается, да. И то, о чем я говорил вначале, она будет продолжаться не один километр еще. Вот, поэтому мы поговорим с вами о том, что можно сделать, да, как можно адаптировать бизнес-процессы компании вот к скользкой дороге, сложных экономических условиях, в которые не только наша страна, но и весь мир, как оказалось, попали. Секунду. Что обычно компании предпринимают, да, в таких вот, ну, в таких сложных экстренных ситуациях? Ну, к сожалению, часто начинаются сокращения персонала, да. Многие говорят, что нет другого выхода, и говорят о том, что вот нам необходимо уволить часть персонала, без этого мы не сможем выжить. Увеличение цен на товары и услуги, да, несмотря на то, что последние, там, больше месяца курсы валют стабильны, все равно рост цен происходит. И в годовом исчислении, даже по официальным данным наших органов статистики государственных, сейчас мы находимся на уровне инфляции порядка 16-17% годовых. Ну, для России это довольно много. Компании вынуждены закрывать целые направления бизнеса, малорентабельные, то есть они вынуждены теперь научиться считать, да, маржинальность и прибыльность каждого направления, а не работать котловым методом, и, соответственно, малорентабельные направления бизнеса они закрывают. Ну, и, конечно, перестройка цепочки поставок. Те, кто был связан с импортом-экспортом, вынуждены существенно изменять логистику, и логистика тоже подняла свои цены по разным причинам, да, и, соответственно, тоже влияет на увеличение себестоимости, соответственно, увеличение цен товаров и услуг. И если мы говорим о работе в сложных условиях, да, я могу вам предложить, и, собственно, вот одна из причин, почему мы собрались, да, тем, что такая, что сейчас стартует курс с одинаковым таким же названием, называется управление финансовой компанией в сложных экономических условиях, я их не называю антикризисными, да, хотя, по сути, это, конечно, частично антикризисные меры, но, опять же, повторюсь, вот если мы с вами говорим про выезд скользкой машины, да, на дорогу, то, вернее, машины на скользкую дорогу, то есть первые инстинктивные, я бы сказал, антикризисные меры, которые мы, вы лучше меня можете сделать для вашей компании, там, изменить расстановку персонала, там, изменить цены, поработать себестоимости и так далее, но, понимая, что это меры краткосрочные, нужно учиться жить, нужно адаптировать свои бизнес-процессы к новым экономическим условиям, да, надо понимать, что это путь долгосрочный, и вот поэтому это уже такие не антикризисные меры, это называется сложные экономические условия, хотя это сложные финансовые условия, и вот как в них компания может работать, что она должна изменить в своих бизнес-процессах, в первую очередь финансовых бизнес-процессах, Во-первых, конечно, нужно научиться эффективно управлять деньгами. И мы с вами на курсе будем говорить о том, как в этом может помочь цифровое казначейство. Расчеты с поставщиками и покупателями. Это тоже резерв для увеличения денежного потока и снижения ваших рисков. Повышение оборачиваемости запасов, снижение потребности в оборотном капитале. Раньше мы не сильно обращали внимание на сроки оборачиваемости запасов, на пролежимость, на различные виды анализов своих запасов. Теперь с этим приходится бороться, хотя бы потому, что порядка 30% всех кредитов у нас в России выдается на выполнение оборотных фондов. Такая статистика банковская. И раньше, когда ставки были не такими высокими, иногда было проще взять деньги в банке, кредит, чем заниматься эффективностью собственного оборотного капитала. Сейчас, когда ставки выросли, они в прошлом время снижаются, но все равно они выше, чем были в начале года, то первый путь, конечно, это находить эффективность в собственных бизнес-процессах, в собственном оборотном капитале. Следующая важная составляющая – это постановка регулярного финансового менеджмента. У меня даже есть интересный сегодня слайд один в презентации, я его покажу. Почему именно сейчас, почему именно сейчас нужно научиться и нужно устанавливать в своих компаниях регулярный финансовый менеджмент. Это важный способ управления сотрудниками в условиях неопределенности. Это способ сформировать эффективную антикризисную команду. Надо говорить про модернизацию систем бюджетирования. Не только для сокращения расходов, но и для использования компетенции ваших менеджеров, которые должны научиться применять такой модный метод – the robust budgeting – планирование на нулевом основании. То есть уже невозможно планировать это достигнуть, как многие привыкли это делать, нужно научиться планировать по-новому. И важный вопрос, и несмотря на то, что я его в списке поставил последним, на самом деле он очень важный – это что делать с автоматизацией в условиях неопределенности. Многие компании в начале года или в конце прошлого года начинали проект автоматизации, и сейчас они не понимают, что делать. Если бросить все, то по сути это потерять те расходы, те усилия, которые в процесс автоматизации уже вложены. Если продолжать по-старому, то у компании просто уже нет таких денег, на которые они рассчитывали даже в начале года. То есть компания не готова выделять такие деньги. И те, кто к автоматизации еще не приступают, они чаще всего эти проекты откладывают. Несмотря на то, что автоматизация повышает эффективность. На самом деле разумная автоматизация позволяет, как любят говорить американцы, драматически сократить трудозатраты, соответственно, и персоналу. Тогда какой выход, какой может быть выход предложить для решений по автоматизации? Это нужно все же завершать проекты и начинать новый, но гибридной методике Agile. Она является сейчас лучшей в текущей экономической ситуации. Сейчас мы не сможем долго на эту тему говорить, да, за ограничение времени. Но, в принципе, в нашем институте МЕРБИС мы по такой методике, по гибридной методике ведем автоматизацию. Кстати, ведем уже ее два года. У нас довольно длинный путь цифровизации. И начали мы использовать эту методику еще задолго до кризисной ситуации февральской. Как оказалось, это было очень разумное решение. То есть нам практически в планах автоматизации у нас ничего не поменялось за последние 3-4 месяца. Что еще хотел сказать? Возвращаясь к курсу, он длится 3 недели. И хочу сказать, что затраты на обучение у вас почему должны окупиться? Почему они окупятся, причем многократно? Во-первых, после окончания курса вы сможете настроить эффективные процессы управления деньгами. Управление деньгами и оборотным капиталом в целом. И для вашей компании это шанс снизить расходы на обслуживание кредитов. Во-вторых, вы сможете добиться существенной экономии бюджета на процессах автоматизации и цифровой трансформации. Если сможете использовать подходы, разумные подходы к автоматизации и к финансовому планированию. Дальше важная часть – это вы можете изменить структуру компании. Можете улучшить взаимозаминяемость сотрудников. И мы поговорим сегодня об этом. Сделайте agile трансформацию вашей организационной структуры. Это тоже позволит сократить вам расходы на персонал. Ну и если, применяя новые технологии бюджетирования по методике Zero-Bit Budgeting, вы вполне в состоянии сократить и административные, и офисные расходы компании. Сейчас я повторно включу презентацию. Если есть вопросы, вы можете писать их в чате. Да, я по ходу своего выступления буду смотреть в чат и отвечать на них. Так что не стесняйтесь, пишите свои вопросы. Сейчас, одну секунду. Последние два слова скажу про курс, который сейчас начинается. «Эффективное управление финансами в сложных экономических условиях». Что у него важно и что его отличает от многих других образовательных программ? Первое, что у каждого из участников есть возможность индивидуальной консультации со мной в течение курса, по окончании курса. И очень многие этим пользуются. Эту консультацию вы можете использовать либо на решение проблем вашей компании. И я вот считаю, что если мы будем говорить про финансы, управление финансами, то, в принципе, мы сможем с вами за одну встречу нарисовать дорожную карту. Как вы можете изменить управление финансами в своей компании. Либо вы можете использовать на карьерную поддержку. Так тоже многие делают, я знаю. И мы с вами можем обсудить, если вы находитесь на какой-то карьерной развилке, или вы ищете сейчас работу, то мы сможем с вами встать ваше резюме и ваше стремление, насколько они соответствуют вашим ожиданиям. Плюс у каждого из вас будет бумажная книга. То есть мы сейчас завершаем печать тиража. И это важно, да, каждому будет доставлено. Я, знаете, несмотря на то, что сейчас такой электронный век, да, и у нас и обучение проходит онлайн, все равно ценность бумажной книги, поверьте, она высока. То есть удобнее листать гораздо, да, удобнее показать кому-то. Вот, и эта книга, она не будет, ну, она сейчас предназначена только для участников курса. Эта книга, ну, и вместе с книгой, кстати, вы получите уже в электронном виде десятки разных отчетов и документов, которые позволят вам применить эти знания курсовые, да, уже в реальной, в реальной плоскости. Ну, вот книга будет называться, это первая книга, цифровая пролиния финансовыми компаниями и холдингов сложных экономических условиях. Вот такое будет название книги. Я надеюсь, что она станет настольной для вас. А теперь хочется поговорить про, собственно, антикризисные меры. Какие можно применить? И начнем мы с самого главного актива компании, да, деньги. Кто знает российский бухгалтерский учет, да, думаю, таких большинство, он знает, что российский баланс вообще строится с основных средств, с первого счета. А баланс по международной степени отчетности строится по-другому. Он строится с обыванием ликвидности активов. На первом месте там всегда деньги, да, самый ликвидный актив. На втором, там, по-моему, accounts receivable, это, то есть, соответственно, дебиторка. Так вот, и мы с вами и сейчас, и на курсе будем обсуждать управление финансами, начиная с самых ликвидных активов. Самый ликвидный актив – это деньги, это казначейство. И я вам расскажу, как можно трансформировать казначейство, сделать его цифровым так, чтобы решение о платежах принималось мгновенно, с одной стороны, да, то есть быстро, но с другой стороны, с полной картиной. То есть есть, я знаю, кстати, вот сделали фишку в 1С управления холдингом интересную, там, рабочее место казначей они называют, это возможность вывести все заявки на расход на панельку и там мышкой двигать вправо-влево, и программа автоматически будет там менять даты платежа. Ну, такая, интересно, прикольная функция, конечно, чем-то похожа на игру компьютерную, но я говорю о другом, я говорю о том, что дать казначею или финансовому директору или генеральному директору, да, тому, кто принимает решение о платежах, максимально полную информацию о всех платежах, чтобы принятие решения было объективным. И не получилось так, что вы сегодня заплатили важные платежи, или там не сильно важные платежи, а завтра вам не хватило денег на налоги, да, по которым начинается пение. И мы будем говорить о том, что есть, конечно, в типовых решениях 1С стандартные заявки на расход, я вам покажу, как их можно доработать. Второй документ, который я хотел бы с вами поделиться, у вас сейчас на экране, это сводные платежные распоряжения. Вот этого документа нет ни в 1С, ни в САП, ни в других информационных системах казначейства. Это его пример, да, на курсе покажу вам несколько вариантов, это такой упрощенный пример. В чем здесь смысл? В том, что вы для каждого платежа вводите условия оплаты, и вы видите, что… и состояние взаиморасчетов, да. Вы видите, допустим, что у контрагента есть кредиторская задолженность, соответственно, вы должны им платить, если не условия платежа, а отсрочка. Вот это вроде простые вещи, да, но как их автоматизировать, даже в решениях 1С я об этом буду говорить. Но вот у вас, перед глазами, можете сделать принтскрин, это форма, которая может быть запрограммирована уже в ваших текущих решениях, в любых решениях, так скажу, 1С, да, в которых есть возможность вести учет по заявкам и по заказам, и примите его в жизнь. Что еще здесь важно? Если говорить о комплексной системе управления деньгами, или даже больше, о управлении всем оборотным капиталом, то здесь интересное поле заказ поставщику. Вот компания «Караван», из бизнес-процессов которой приведен этот пример, такой немножко упрощенный, но все же он действительный. Есть правило обязательно, что эта компания производства находится в Санкт-Петербурге, там поставляет и сантехнические аксессуары на экспорт, там до февраля и в Прибалтику поставляли, в Литву и Эстонию, сейчас остались там наши дружественные Белоруссия-Казахстан поставки. Вот это не сырье, эта компания делает сантехнические аксессуары, поставляет их на экспорт. Так вот, в ней запрещено оплачивать любые платежи по покупке серийных комплектующих, материалов для производства, если не было сделано заявки на заказы поставщику. То все заказы поставщику должны идти только из системы. Никаких Excel и Word, только из системы. И сейчас я быстро сказать не смогу, но на курсе покажу, как это работает одной кнопкой. Как одной кнопкой, даже более того скажу, это компания Caravan вообще управляет с одним менеджером. Там один менеджер отвечает за закупки, за производство и за отгрузки. То есть за привлечение клиентов не отвечает, но всю логистику, все основные бизнес-процессы компания обеспечивает один человек, потому что настолько высоко сделана автоматизация, что она прямо, ну, по сути ведет человека, оставляет человека только принятие решения. И вот пример такой автоматизации, такой сводный платеж на распоряжение, когда человеку, да, менеджеру вводится полная информация, чтобы понимать, платеж разумный, ее нужно принести или нет. Очень похожая схема, представьте, есть и по закупкам. То есть тоже менеджеру вводится там особая форма, да, и глядя на эту форму, программа сама, по сути, принимает решение, как выглядит этот процесс. То есть человек приходит на работу, если говорим, допустим, про менеджера по закупкам, да, а вы знаете, что управление оборотным капиталом начинается с закупок, потому что первый, кто инициирует весь цикл оборотного капитала, это менеджер по закупкам, в тот момент, когда он дает заказ поставщику. И если вы как финансовый директор, да, как финансовый руководитель этим не управляете, то вы даже не сможете управлять движением денег, потому что, по сути, когда вам принесли счет на оплату, вы уже не оплатить не сможете, потому что уже товар, заказ на товар сделан, товар привезен на склад, уже может быть и продан, и просто наступил срок оплаты. И, конечно, вы вынуждены оплачивать, да, такой расход. А если мы говорим про производственную торговую компанию, то таких расходов на закупку комплектующих, материалов, на закупку торговой продукции у них больше 50%. То есть если вы не будете управлять целиком оборотным капиталом, то вы не будете управлять даже деньгами, потому что это сделают за вас менеджеры по закупкам, формируя заказы поставщику. Так, ну, кратко скажу, как, да, обещал, как это выглядит, да, как выглядит процесс закупки вот в компании Caravan. Это все так автоматизировано на решениях 1С. Позже чуть скажу, насколько там типовое, насколько оно не типовое. Человек приходит на работу, включает компьютер, система выдает список, говорит, сегодня рекомендую сделать такие-то закупки. То есть она знает срок поставки системы, она знает там страховые запасы, знает остатки на складе. Исходя из этого, она формирует предложение менеджеру, причем выдавая специальный отчет, ну, похожий вот на этот, да. Менеджер принимает решение, если он говорит, да, система автоматически формирует заказы, то есть она говорит, да, что все там 12 заказов, которые предложили менеджеру, он подтвердил, она сама формирует заказы и сама отправляет их поставщику и ждет уже согласование с поставщиками. Вот настолько настроена система. Если говорить про 1С, да, про 1С управления производственным предприятием или 1С ERP, то надо сказать, что там 80% уже работы сделано, не хватает совсем чуть-чуть 20%. И вот их несложно дописать так, чтобы у вас все работало одной кнопкой по технологии, которая называется MRP, Material Requirements Planning. То есть не будешь отдаваться в дебри, что такое MRP, что такое ERP. Да, ну вот обидно, что чуть-чуть не доделано в 1С, но это несложно доделать, и вы будете знать, как это сделать, да, так, чтобы это все делалось одной кнопкой одним человеком. Что еще хотелось показать? Ну, платежный календарь, да, это для вас не секрет. Это, кстати, типовая функция 1С, такой отчет, такой платежный календарь готовить. Что интересно, да, о чем я хотел бы здесь сказать, что я его готовлю понедельно всегда. То есть мой такт вообще жизни финансового менеджера, финансового директора – это неделя. То есть я расписываю все свои активности по дням недели. Допустим, в понедельник у меня проходит совещание по так называемому первому операционному залу в части, касающейся выручки. На это совещание там приходит начальник отдела продаж у меня, ко мне как финансовому директору. Приходит менеджер, который занимается расчетами с нашими клиентами, с нашими студентами, если говорить про институт Мирбис. Приходит автоматизатор, приходит юрист, приходит человек, который отвечает за планированные финансы. И все вопросы решаются вместе. Более того, если мне нужно какие-то коммерческие расходы платить, рекламу, допустим, это тоже проходит этот оперзал, и решение принимается на таких совещаниях. И, соответственно, в понедельник совещание, вторник – платежный день по этому виду расходов. Вот такая привязка к дням-неделям. Поэтому у меня даже, видите, платежный календарь построен понедельно, построен понедельно, да, потому что мне вот чаще не надо. У меня вся неделя расписана, за каждым днем закреплен определенный день, определенные бюджетные статьи, да, пока у меня нет оплаты. Вот еще хотел в качестве отдыха, в качестве отдыха вернуться к психологии. О чем хотелось бы сказать? Ну, я надеюсь, вы прочитаете. Это я взял выдержку из журнала Psychologies. Интересно, что для меня стало сейчас интересно. Я пытаюсь, знаете, такие подходы к психологии человека применять в психологии организации. И вот это один из ярких тому примеров. Посмотрите, что пишет госпожа Виктория Пекарская. Вот в последнем абзаце. «Режимопредсказуемость – самый эффективный способ вернуть себя в ресурсное состояние. А я здесь даже скажу вернуть компанию в ресурсное состояние, если компания находится в, кавычках, сложных экономических условиях. Жизнь компании должна стать скучной, как в санатории. Будто вас водит мама за руку и говорит, начнем с зарядки, раз-два, работаем, сейчас нас обед. И это же такой подход, поверьте, он важен. Это называется регулярный финансовый менеджмент. Это совещание, которое начинается определенное время. Это графики платежей. Это активности, которые расписаны по дням недели. То есть у меня, что было в январе, что сейчас мой график практически не изменился. То есть многие компании перешли через определенные кризисы. Поверьте, у нас тоже непростая ситуация с выручкой, потому что люди на образование сейчас большие. У нас организация небюджетная. У нас еще образование платное. И программа MBA у нас стоит, допустим, 800 тысяч. Для людей сейчас это стали существенные деньги. Они вынуждены иногда делать выбор, что им важнее, заплатить за ипотеку или пойти учиться. Так вот, поэтому мы сейчас тоже, мы одна из таких пострадавших отраслей, вообще-то образование, ну, такое дорогое образование. И несмотря на это, у нас все продолжает работать как часы. То есть может быть увеличилась скорость, может быть увеличилась нагрузка на персонал, но ритм не изменился. То есть вот есть метроном, да, который используют музыканты. Вот у нас метроном такой есть. Вот такие вот дни недели у нас отчитываются. И это мало того, что это важно для компании, это важно для людей. Посмотрите, что говорит Виктория Пекарская. Люди тоже находятся в стрессе. Люди находятся в стрессе в вашей компании. И бухгалтера, и продавцы, и менеджеры по закупкам. Ну, потому что есть компании, в которых неизвестно, что будет завтра. Завтра у них вообще будет работа или нет. И вот такой ритм, да, это, видите, как жизнь должна стать скучной, как в санатории. Это говорит психолог. Это повышает психологическую устойчивость даже человека. Это повышает психологическую устойчивость ваших сотрудников. Поэтому, мне кажется, это важно. Вот не только для компании, опять же. Ну, вот вам пример психолога, который говорит, что это важно и для человека. Вот еще о чем хотел сказать. Вот мы говорили про, верху мелко, про сам курс. Но этим может не закончиться. Если у вас есть потребность двигаться дальше, я готов вам помочь консалтингом и поддержкой. Она может быть двух направлений. Первое направление – это помочь вам трансформировать, изменить ваше управление финансово. То есть то, как я рассказываю на курсе и то, как я говорю сейчас, это можно построить в вашей компании. Да, это такая будет консалтинговая поддержка под ключ. Второй вариант. Если вы находитесь в процессе автоматизации, и вас там что-то, допустим, не устраивает, слишком дорого, слишком долго или затянуто, а вы хотите поменять команду и так далее, то, в принципе, и такая услуга у меня есть. Называется «Сопровождение проекта». Подробнее об этом на сайте digital1s.ru. Не буду сейчас подробно останавливаться. То есть не только с точки зрения управления финансов, но и с точки зрения автоматизации. Я, как человек, имеющий за своими плечами 10 успешных проектов внедрения, могу вам помочь. А теперь поговорим про бюджетирование. Не поверите, буквально сегодня давал интервью. Не то, что не поверите, я вам скажу, наверное, надеюсь, вы поверите. Давал интервью, есть такой журнал «Финансовый директор», и они спрашивали про бюджетирование. Они спрашивали, как в компании, что поменялось в бюджетировании, начиная с февраля. То есть какие изменения пришлось внести в процессы компании, связанные с бюджетированием, из-за того, что Россия, весь мир и конкретно наша компания оказалась в сложных условиях. И мой ответ был такой, давайте кратко его скажу, там полное интервью будет опубликовано, но ответ такой, у нас бюджет гибкий. Для нас бюджет не, знаете, не карта или там не фотография, которую нужно привесить на стену, гвоздями прибить и год не трогать. Как только внеобвиняются внешние или внутренние условия, мы тут же вносим изменения, мы тут же просчитываем. И когда началась, кстати, пандемия, когда началась, мы тоже попали в такую не слишком веселую ситуацию, потому что если говорить про образование MBA, да, executive MBA, то у нас оно очное, у нас нет практики онлайн-образования в институте Мирбис, именно на таких, ну, дорогих продуктов. И когда началась пандемия, и государство запретило собирать слушателей в аудиториях, мы всем предложили перейти на онлайн. Так наши слушатели отказались, сказали, нет, для нас важно прийти, важен там нетворкинг и так далее, ну, потому что это такие длительные, двухгодичные курсы, да. И они сказали, нет, мы подождем, пока кончится пандемия, пока не разрешат вернуться в аудиторию, и на онлайн переходить не будем. Соответственно, по сути, они все взяли академические отпуска, и понятно, что если человек находится в академическом отпуске, он нам деньги не платит, да. То есть мы лишились своей выручки, ожидая, пока она разрешает открытие аудитории. Поэтому у нас был опыт, вот еще до февраля этого года, это был опыт двухлетней давности, когда началась пандемия, мы начали экспериментировать с бюджетами. То есть мы научились строить три варианта бюджета. Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Допустим, если говорить про ситуацию февраля, то мы строили бюджет, исходя из, мы меняли бюджет, да, годовой он у нас был, мы меняли бюджет, исходя из трех парадигм. То есть первая парадигма, что поток слушателей может уменьшиться, новых слушателей, да, что люди начнут экономить там свои расходы. Вторая наша была, опасения тоже касающиеся выручки, что учащиеся наши слушатели начнут брать академические отпуска или даже увольняться, ну, прекращать обучение, да, за невозможность оплачивать расходы. Там кто-то работы лишился и так далее. И третий вариант, вы тоже об этом знаете, что рекламные площадки, которые у нас были иностранные, да, это Google, это Facebook, они ушли, и мы через них давали свою рекламу, в том числе через них. И российские компании, российские рекламные площадки, которые остались, они ситуацию воспользовались, редко, резко подняли цены. То есть они увидели приток клиентов, которые раньше размещались на Google, да, пошли к ним, и, ну, компания рекламная, которая начинается на букву «Я», в том числе резко подняла расценки, да. Соответственно, вот наш третий, третий, как скажем, эффект на бюджет – это увеличение рекламных расходов. Мы просчитали и, то есть были такие три вот, три фактора и три сценария. Пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. В реалистичном сценарии мы считали, что наша выручка упадет на 20%. Что вот ток слушателей и приток новых слушателей составит вот минус 20% от наших планов показателей. К счастью, мы все же остались в рамках оптимистичного сценария, да, и оказалось, что люди в сложных условиях, в сложных экономических условиях понимают, что в первую очередь, куда нужно инвестировать – это в себя, в свое развитие, ну, соответственно, в свое образование. Поэтому вот, к счастью, да, можно сказать, наши опасения почти не оправдались, и люди продолжают, а некоторые даже более того. Если человек, ну, человек ищет новую работу, да, из-за того, что либо сам уволился, либо его компания, если он работал в иностранной компании, прекратил деятельность в России, он понимает, что, ну, у него, конечно, есть деньги, там, 800 тысяч или там полтора миллиона стоит у нас Executive MBA, у него есть деньги на это, он понимает, что это сейчас лучшее время потратить их именно сюда, труда, потому что искать работу в такой кризисный период тяжело. Для вас не секретно, да, что спрос и предложение на рынке труда по данным HeadHunter с февраля существенно изменился. То есть на одну вакансию сейчас преднедует гораздо больше с искателей, чем это было, там, четыре месяца назад. Поэтому, а если у человека есть, там, ну, определенная финансовая подушка, он понимает, что давайте я лучше тогда не буду дергаться там и искать работу с существенным понижением, давайте лучше я потрачу время и бюджет на собственное развитие. Это вот, я извиняюсь за то, что у меня был такой короткий шаг в сторону, да, я рассказал немножко о нашем опыте, что мы делаем с бюджетированием. И бюджетирование – это не догма, это необходимость и возможность менять бюджеты при, ну, при любом существенном изменении внешних или внутренних условий. Но говоря про бюджеты, вы знаете, есть трестные бюджеты доходов и расходов, да, бюджет денежных средств и бюджетный баланс. Для нас главный бюджет доходов и расходов. Мы делаем кассовый план, да, или БДДС, так называемый, полугодовой. То есть у нас он полугодовой, ну, потому что это наш ритм, да, наш ритм, мы живем семестрами, как все там учебные организации, если говорить про МИРБИС, вот поэтому у нас бюджет полугодовой. Но мы на нее сильно не смотрим, потому что у нас, ну, нет пока, к счастью, или вернее, не было проблемы, и, надеюсь, не будет кассовых разрывов. Для нас важен бюджет доходов и расходов. Именно по нему мы отслеживаем рентабельность. И мы отслеживаем рентабельность каждого подразделения. Вот каждое учебное подразделение, даже каждая группа продуктов у нас имеет свой бюджет. Если вдруг вы бюджетирями еще не озабочились, если вы только стоите перед выбором, делать это или нет, конечно, это нужно делать. Хотя, как я говорил в начале, есть такое движение, называется, Бью-энд-бюджетинг, оно до России еще не слишком хорошо дошло, не все о нем знают, которые говорят, что вообще бюджетирность – ерунда, надо все делать по-новому. Но когда они говорят, что им не нравится в бюджетирне, что нужно делать по-новому, на самом деле я хочу сказать, что мы так и делаем. Просто мы не… То есть у нас бюджеты гибкие, мы не привязываем мотивацию, допустим, продавцов бюджетов. То есть мы делаем так, как это предполагается основательно методики Бью-энд-бюджетинг, только мы не отказываемся от слова бюджетирования. Так. Я вернулся, извиняюсь. Сейчас я верну демонстрацию. Про финансовую структуру, да, немножко скажу. И почему подход к ее определению изменился, должен измениться у вас, если вы стали экономить деньги, стали считать бюджет и стали пристальнее относиться к своим расходам и доходам. У нас есть три продающих подразделения. Это, опять же, связано с продукты, да, это, опять же, повторюсь, MBA, высшее образование и короткие программы, президентская программа. И мы считаем рентабельность каждого подразделения. Причем не просто, ну, как мы ее считаем, да. У нас есть выручка у каждого подразделения. Более того, мы открыли отдельный расчетный счет для каждого подразделения. То есть у нас вот три подразделения, у каждого свой расчетный счет. Они знают, у них есть доступ к этим счетам, они видят каждую копейку, которая упала на их счет. Но не только в деньгах, но и в income statement, да, в отчетах, в бюджетах доходов и расходов у них раздельный, ну, раздельный учет затрат. У нас, допустим, есть такое понятие локация. У нас в бюджете нету зарплаты подразделений, допустим, бухгалтерии. У нас зарплата бухгалтерии распределена между продающими подразделениями. Причем распределена не по советской традиции, там, пропорционально, не знаю, температуре больницы, да, но она распределена там по... Ну, вначале мы делали по опросам, то есть сколько сотрудник тратит процентов в свое рабочее время на каждое из подразделений. Мы такие опросы делали раз в квартал. Поднимая... Сейчас мы уже пришли в более упрощенной форме, и мы делаем, исходя из разных коэффициентов по обучающимся. То есть зависит от того, сколько человек в каждом подразделении обучается, да. Ну, у нас такой подход. Мы образовательная организация, мы так можем делать. Но более того, смотрите, у нас все помещения в собственности, да, здание, в котором находится школа бизнеса Мирбис, принадлежит нам. Несмотря на это, мы в расходы подразделений включаем расходы на аренду аудитории. То есть мы считаем, что они находятся в таких экономических условиях, в которых... Ну, то есть они как будто на внешнем рынке вынуждены. То есть получается так, что они покупают аренду, да, покупают аудитории на внешнем рынке, они покупают услуги бухгалтеров на внешнем рынке, услуги айтишников, юристов на внешнем рынке. Как будто бы, да, то есть есть материнская компания, которая оказывает на такие услуги за деньги, это включается в их расходы. У нас нету, у нас все центры доходов, вот такое слово с фоне рублю, вот есть, они говорят, центры доходов, центры расходов, центры инвестиций, у нас все они стали центрами прибыли. У каждого из таких подразделений есть и доходы, и расходы. Поэтому мы, и мы знаем прибыльность каждого подразделения, она считается по-честному. У нас из трех подразделений одно очень положительное, второе нулевое, примерно третье там отрицательное. Но это решение учредителей, да, почему они, мы не коммерческая организация, у нас нету целей извлекать прибыль и зарабатывать дивиденды своим акционерам, поэтому у них, у наших учредителей, ну и другие цели, не связанные с прибылью. Несмотря на это, мы все равно считаем прибыль по каждому, ну по каждому подразделению. Хотел привести пример здесь. Ну, я вот, ну верно, сейчас не рассказываю про финансовую структуру, да, я об этом говорю на курсе, как разработать. Про шаг два. Сделать бюджетную классификацию, то есть создать бюджетные линии и назначить менеджеров-распорядителей бюджетных линий. Об этом тоже и специальные таблицы я даю на курсе, да, как это все сделать. Сейчас хотел привести пример, привести пример вот скользящего планирования из робоэс-баджетинга, да, то, что мы используем у себя в институте и то, что я использовал на всех компаниях, в которых до этого работал там финансовым руководителем. Чем, ну, принципиально отличаются методологии, да, возьмем, например, ну вот, здесь придет самый простой пример, канцтовары, проще некуда. Как может считаться расход на канцтовары в бюджете? Сколько потратили в прошлом году, Мария Семеновна? 200 тысяч, ну, давай 220, потому что инфляция, то все, ну, поставили 220. Подход с робоэс-баджетинг говорит о том, что в текущих условиях так действовать больше нельзя. Вы не можете ориентироваться, вы должны считать, в чем принцип метода, что как будто все начинается заново, как будто ваш проект, ваша компания стартует 1 января этого года. Будьте любезны, посчитайте, сколько вам нужно денег, как канцтовары. И здесь приведены примерные расчеты. То есть мы считали, что примерно 450 рублей на человека нужно на квартал, всякий там ручек, да, карандаши. 100 человек, вот он, 45 тысяч рублей в квартал. Допустим, резерв закладываем, ну, 15%. Картриджи. У нас есть расчет администратора всех принтеров, есть стоимость картриджа, да. Мы знаем, сколько бумаги мы хотим за год напечатать, мы знаем стоимость картриджей. Опять же, повторюсь, мы не делаем это, ориентируясь на данные прошлого года, да. Мы, ну, просто на сумму прошлого года. То есть было 200, давай 220, нет, вот такие расчеты делаем. Конечно, нет смысла каждый квартал или каждый год, может быть, нет смысла для мелких статей такие расчеты повторять. Но, как пример, я вам показал, да, что мы то же самое мы считаем, допустим, расходы на коммунальные услуги. Мы считаем там, сколько, не просто цифру пишем, мы считаем, сколько мы электричество потребим, мы знаем, сколько стоит 1 киловатт и так далее, да. Если вы арендуете помещение, вы тоже должны писать всегда количественную составляющую. То есть у вас там 200 метров, там по 15 тысяч рублей, понятно, там вот 3 миллиона в год или 30 тысяч в год ваш бюджет на аренду. Почему это важно? Потому что вы будете знать, какие расходы избегаемы, какие нет, да. Вы получите, таким образом вы поймете, до чего можно сократиться. Более того, если ваши менеджеры, а у нас именно такие менеджеры, квалифицированные, и они умеют разговаривать таким языком, а это расчет делал менеджер, это не делал какой-то умный финансовый директор, да, это делал менеджер, у нас менеджеры, да, умеют. То есть если ты хочешь получить в распоряжение деньги компании и их тратить, то будь добр, научись эффективно планировать свои расходы. Так вот, сейчас по некоторым статьям мы перешли, знаете, по новому, так скажу, agile подходу. То есть мы говорим так, что, вы знаете, вот воззаймы у руководителя IT-подразделения, мы можем в этом году выделить на поддержку все эти инфраструктуры, там, допустим, 12 миллионов рублей в год, то есть по миллиону каждый месяц, 12 миллионов рублей в год, пожалуйста, сделай так, чтобы эти деньги были потратены максимально эффективно. Это следующий шаг в квалификации руководителя, менеджера, IT-директора, то есть он, первая квалификация, что он может так посчитать расходы, а вторая квалификация, когда мы сказали, что денег всего 12 миллионов, уложись, он вычеркнет самое ненужное, а самое нужное оставит, потому что если такой квалификации менеджер не обладает и бюджет строить не умеет, он начнет тратить деньги, как попало, у него в июле 12 миллионов закончится, и скажешь, опа, а денег больше нет, он говорит, здрасте, а завтра нужно платить за поддержку 1С. Не, извините, деньги закончились. А что же ты потратил на всякую фигню, тебе нужно было как-то распределить это, бюджет составить. Вот это, я бы сказал, высшая квалификация менеджера, да, менеджера, который распоряжается бюджетными линиями, который распоряжается бюджетом, научиться такому подходу, когда ему говорят, что вот, и кстати, давайте сделаю еще шаг в сторону, скажу про автоматизацию. Как раньше до кризисных условий проходила автоматизация часто, да, хотя я знаю о некоторых компаниях, ну, во многих компаниях этот подход сохранится до сих пор, потому что у них, несмотря на пугающие, как говорят, новости из телевизора, из Яндекса, да, они себя вполне неплохо чувствуют. Я знаю такие компании, особенно которые смогли попасть на тему импортозамещения, они чувствуют себя гораздо лучше, чем чувствовали даже до февраля. И у меня близкий человек работает в компании, которая занимается лагокрасочной продукцией, да, так вот из-за того, что эти курилы и все остальные компании западные уходят с рынка, они вообще сейчас в шоколаде. Ну, я утрирую, конечно, они думают, куда там 10-й Мерседес ставить. То есть они сейчас все те, кто раньше закупал, а у них хорошее качество, хорошее качество, но это российская компания, не буду говорить, что за компания, да, но вот они находят шоколадных условий. Так вот, кто в таких шоколадных условиях не находится, но хочет делать автоматизацию, они вынуждены изменить свою парадигму. Как раньше происходила автоматизация в компании, в которой много денег? То есть приходили автоматизаторы, говорят, что вам надо? Говорят, ну, нам нужно автоматизировать то-то, допустим, внедрить один SRP. А что вы хотите? Ну, хотим, чтобы там казначейство было, ну, бюджетирование, ну, там, производство планировать. Ну, их поспрашивали, поспрашивали. Говорят, ну, хорошо, с вас там 27 миллионов, и за 12 месяцев мы это сделаем. Говорят, ну, не вопрос. А теперь-то 27 миллионов нет, автоматизацию продавать хочется, и они стали применять, ну, не стали, так хочу сказать. Я, кого знаю, рекомендую поменять свою парадигму, не просто бросить проект на полпути. То есть им сказали 27 миллионов, они 14 потратили, а 13 больше нет. Есть, допустим, там 4, они могут выделить. И они просто бросают проект, говорят, не бросайте, переходите в другую парадигму. Вы теперь должны научиться ставить задачу по-другому. Вы должны сказать, у меня есть 4 миллиона, что я могу за самое эффективное за эти 4 миллиона сделать? И тогда внести автоматизацию не по принципу русского баланса, начиная там с первого счета, а начиная вести автоматизацию по принципу баланса в МСФО, начиная с самого ликвидного, самого важного. Вот это вот такое изменение парадигмы даже подхода к автоматизации, да, потому что компании нету денег, чтобы продолжать автоматизацию по-старому, но бросать они не хотят. Это вот новый подход, и он работает, поверьте, он работает. Мы в институте Мирбис шли по этому пути и идем по этому пути. Но наша история была другая. Мы по этому пути начали идти 2 года назад. И когда мы начали идти, то есть это был мой выбор, да, что я решил делать такое по-гибридному, по agile подходу внедрения. У нас несколько систем. У нас система 1С комплексная автоматизация, как вы знаете, такая уменьшенная 1С РП, у нас там 1С университет, это программа для вузов, и 1С документооборот. Еще там есть битрикс с самими примочками и так далее. Но основные 3 системы 1С, и мы пошли по другому пути. Я решил, что, ну, конечно, предложил учредителям, они согласились, что мы не будем говорить, какой бюджет мы хотим потратить на автоматизацию, потому что я поездил по другим вузам, понимал, что там цифры разнятся. И там, начиная от 3 лет и от 15 миллионов, и заканчивая там какими-то огромными суммами, мы не могли себе позволить потратить такие деньги. Мы договорились, что мы не берем штат программистов, мы максимум, что сделаем, это мы возьмем со временем, то есть мы даже не возьмем, а переквалифицируем одного своего человека в человека, который будет сопровождать всю автоматизацию, сопровождать программные продукты. Так и есть, так мы и сделали. Но никаких программистов в штате у нас нет. Так вот, мы посчитали, что зарплата одного программиста про социальные взносы, плюс там, не знаю, какой-то процент на управление, и эти деньги мы были готовы тратить каждый месяц на автоматизацию. И мы не просто их потратили, да, мы не вылезали за сумму, там, словом говоря, 200 с чем-то тысяч в месяц. Это вроде те, кто занимается автоматизацией, те знают, что сумма смешная, ну, для внедрения существенных решений. Так вот, мало того, что мы добились всех целей, которые хотели, мы получили звание 1С проект года. Среди всех высших учебных заведений России нам 1С вручило такой значок, ну, отмечено наше достижение. И более того, другие вузы, даже очень знаменитые, приезжают к нам за обменным опытом, и мы делились опытом именно по автоматизации их деятельности. Поэтому этот подход имеет право на жизнь. И если у вас есть квалифицированное руководство проектом, вы свой бюджет можете снизить два и даже более раз, благодаря такому подходу. И, ну, вот, кстати, хотел, да, показать наш вариант, вариант нашего плана доходов и расходов, бюджета доходов и расходов. У нас есть там вот консолидированный, есть там целевой капитал, не буду об этом, это, собственно, наше здание. Есть вот там 4 ЦФО, да, ну, я говорил 4, но 3 по факту их 4, да. Вот, и у каждой ЦФО это отдельное центр прибыли. Мы по нему считаем, это вот весь наш бюджет, никакого, видите, здесь нету зарплаты бухгалтерии. Она вся аллоцирована, распределена. Более того, помещения, в которые сидят бухгалтера, а это наши собственные помещения, они тоже по ним считаются аренда. Да, то есть вот такое у нас есть. А уже почему называется консолидированный план доходов и расходов? Потому что у одного нашего подразделения, у бизнес-центра аренды – это доходы, у остальных ЦФО – это расходы, и в консолидированном плане они схлопываются. Да, понятно, что, конечно, как бы в итоговом плане они все такие, ну, таких арендорасходы погашаются арендой доходов. Ну, если интересно, мы продолжаем. О чем хотел еще сказать и показать? Это пример отчета, настроенного в 1С. Это уже из производственной компании. Он простой отчет, как три копейки. Здесь все наши покупатели. И покупатели этой производственной компании «Караван», почему я о ней говорю? Я просто являюсь одним из учредителей этой компании. Компании уже 20 лет. Я уже туда, как говорится, влез, был управляющим партнером этой компании, сейчас просто учредитель. Но я, конечно, за ней смотрю, потому что многое сделано там, в том числе автоматизация, моими усилиями. Вот, смотрите, простой отчет. Видно, у нас там особенность в том, что практически все покупатели на отсрочке. Там досрочка, допустим, компания «Максидом» 75 дней. Когда была «Леруа Мерлен», там было 90 дней. И отчет позволяет отслеживать, сколько дней осталось, не пропустить платежи. Видно, что, допустим, там, где красный цвет, там просрочка. Это значит возможность менеджеру тут же снять трубку и позвонить. Это вроде очевидно. Но я знаю, что в многих компаниях этого не настроено. И они о том, что у них идет просрочка оплаты, узнаются по зданиям в месяц. Этот отчет можно хоть каждый день запускать. Видишь красный цвет, снимай трубку, позвони. Все. Следующий вариант. Сложные денежные расчеты пошли между компаниями. И если мы, как продовольственная компания «Караван», отчет, который мы видим на экране, отдаем товары на отсрочку, конечно, мы пытаемся и покупать комплектующие, покупать материал для нашего производства тоже на отсрочку. Но наши поставщики – это алюминиевые заводы, которые не разбегутся на то, чтобы давать нам отсрочку. Наоборот, у них предоплата 30 дней, нужно амонтировать им стоимость сырья. Но это нормальная практика, когда вместо предоплаты идет отсрочка. И для увеличения продаж, увеличения возможности выдать отсрочку – это один из механизмов. Что было сделано у нас? У нас был сделан кредитный комитет. Это цель – снизить риски. Понятно, что когда вы отдаете товары на отсрочку, вы, с одной стороны, рискуете тем, что вам эти деньги не заплатят. С другой стороны, вы можете дать не тому. Если у вас не бесконечный ремин, допустим, у нас в компании Caravan принципиально это было требование акционеров не пользоваться кредитными ресурсами. Поэтому наши обороты капитала ограничены. Мы там выделили когда-то 6 миллионов рублей, по-моему, на то, чтобы раздавать отсрочки. У нас был специальный кредитный комитет, который принимал решение дать отсрочку или не дать. То есть менеджер продажа пишет заявку, вот справа такой мелкий пример, там дайте, пожалуйста, обещаю то-то, и мы принимаем решение, смотрим маржинальность продаж, то есть нужно или нет идти на отсрочку. И благодаря такому механизму, кстати, у нас, по-моему, всего два случая было, каждый примерно по 100 тысяч, когда нас обманули и не вернули деньги. Потому что мало того, что есть сейчас, вы знаете, сервисы проверки контрагентов, но все равно это не стопроцентный механизм. То есть я не буду из-за этого времени рассказывать, какие мы меры простые приводим, кому звоним, чтобы понять, контрагент вообще в состоянии расплатиться или нет, но мы считаем, что это механизм защиты от рисков, который особенно важен сейчас, когда деньги становятся дефицитным ресурсом. Очень много мы будем говорить на курсе про оборотный капитал. Оборотный капитал – это не только, вот справа пример приедем, это в миллионах рублей бюджет, ну, объединяется оборотный капитал производственной компании, но уже не компания, это караван, другая компания, это там часть производственного холдинга, довольно известная. То есть у них оборотный фонд – 165 миллионов рублей. То есть вот комплектующие сборки, это вот для бухгалтеров, скажу, 10-й счет и 20-й счет. Продукция на складе – 43-й счет, да, у них есть. И расчеты пошли. Вот всего у них 165 миллионов рублей оборотный фонд. И мы будем с вами обсуждать, да, как мы будем работать не только с деньгами, об этом мы говорили в разделе «Казначейство», мы обсуждаем, как мы работаем с расчетами, как мы работаем с товарами, с товарной массой, работаем с запасами. И вот я хочу вам сказать, что я ни разу, вот так я хочу сказать, есть такая формула, называется формула Вилсона, которая говорит о том, какую партию товара оптимально покупать. Допустим, вы, ну, предположим, простой пример, вы просто на компании и покупаете там, ну, муку для выпечки ваших кренделей. И вам, вы можете хоть каждый день по мешку муки возить, либо раз в год привезти там вагон муки и разгрузить его оставить. И вот вопрос, какой вариант выбора, если того, там есть там дисконт на партии, стоимость хранения, там стоимость доставки, стоимость обработки каждого заказа. И вот я привожу пример на курсе, я другого, ну, я не видел, чтобы люди формулы Вилсона реально считали. А мы в компании «Караван», теперь я при нем говорю слева, вот видите, товарный знак «Панбок». Мы в этой компании реально считали, реально считали по форме Вилсона периодичность закупок. И принимали решение, так, это нужно закупать раз в месяц, это раз в квартал, исходя из вот вещей, из которых эта формула Вилсона складывается. Это рабочая формула, но мало ей кто пользуется. Хотя сейчас, когда мы говорим про то, что оборотный капитал должен стать, как это есть такое, ну, есть понятие «Лин-менеджмент». Лин в переводе, в одном из переводов, по-моему, значит «поджары» такой, сухой поджар. Так вот, ваш оборотный капитал должен стать поджаром. Нужно, как бы, каждую копейку в донатике обоснованную. Почему такой запас? Почему закупаете не каждый день, чтобы снять оборотный капитал, а раз в квартал? И вы вот с помощью этой формулы можете это рассчитать. О чем еще хотел бы сказать? Я иду немножко, ну, не в одной конве, да, то есть, конечно, на курсе я рассказываю все структурировано, степ-бай-степ, сегодня об этом, завтра о том. Сейчас я пытаюсь как-то по верхам пробежаться, дать им общее представление, как, собственно, финансовый курс, и вообще методики подхода к управлению финансовым в сложных условиях. И если до этого мы говорили о таких финансовых механизмах, да, об управлении оборотным капиталом, о казначействе, там, управлении дебиторкой, расчетами и так далее, про автоматизацию поговорили, то сейчас хочется поговорить про третью составляющую. Почему третья составляющая? У меня вообще образование на стыке финансов и IT. Мое высшее образование, которое заканчивал Московском авиационном институте, экономический факультет, обработка экономической информации и управления. То есть это и экономика с финансовыми, с бухучетом, и IT. Ну, то IT, которое было в тот момент, когда я заканчивал специалитет. Понятно, сейчас другой IT. Тогда решения 1С далеко не было. Но все равно это на стыке финансов и IT. Я за время своей работы, как мне кажется, хорошо развил, увлекаясь, в том числе, психологией, увлекаясь организационной моделью, развил еще себе менеджерские навыки. Я считаю, что и об этом, и мой курс состоит из трех больших частей. Это управление финансами 1, это менеджмент, то есть управление персоналом и орг структуры 2, и IT это 3. Вот мы с вами поговорили сегодня про управление финансами, когда говорили про казначейство, сводные платежные распоряжения, про оборотный капитал. Немножко поговорили про автоматизацию про IT, когда я говорил о подходе, такой гибридный подход к внедрению, что делать, если бюджета на внедрение не хватает и так далее. Теперь чуть-чуть хочется поговорить о третьей составляющей эффективного управления в моей картине мира, в моей парадигме это про менеджмент. Про менеджмент, организационные структуры. И поговорить об этом хочется применяя все то же слово agile. Я вот не считаю, что agile подход в каждой бочке затычки. Но так получается, что у меня этот подход оказался близким в автоматизации. И этот же подход, я понимаю, что то те организационные изменения, которые мы делали в своих компаниях, они очень похожи на agile принципы. Какие основные четыре принципа они у вас на экране для agile подхода. Люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов. Продукт важнее документации. Сотрудничество с клиентом важнее такого, я бы сказал, долгосрочного, придирчивого согласования условия контракта. И самое важное, готовность к изменениям важнее соблюдение первоначального плана. Про последний пункт я вам рассказал на примере бюджетирования. Оно у нас настолько гибкий, что как только меняются условия, мы тут же бюджет пересчитываем. То есть мы поменяли цены, предположим, наш бюджет изменился. Там Яндекс поднял цены на рекламу существенно, мы бюджет пересчитали. Более того, как я говорил, да, повторяюсь, мы пересчитываем в трех сценариях. Пессимистичный, оптимистичный и реалистичный. Так вот, про agile структуру. Тоже, ну, долго остановиться не получится, но хотел сказать про отличия традиционного менеджмента и agile менеджмента. Вот традиционный менеджмент это такая вертикально- иерархическая структура, которая имеется и плюсы, и минусы, безусловно, да, но та парадигма, в которой я пытаюсь адаптировать организационные структуры своей командой в компаниях, в которые я прихожу, это вот то, что называется agile менеджмент. Причем, знаете, я начал так структурировать, что это как термин agile появился, да, просто сейчас это удобнее и проще этим объяснять, что мы уходим от вертикальной иерархии и идем к матричным таким структурам, таким, ну, даже не столько матричным, сколько к сетевым структурам. Мы делаем так называемые операционные залы. И вот первый успешный опыт это есть компания Таврид Электрик, такой, ну, холдинг, как это, широко известный в узких кругах, они являются на мировых рынках конкурентами Абиби и Симминса, то есть они входили вот в своих, ну, в своей продукции они входили в тройку, у них было второе-третье место Абиби, Симминс и Таврид Электрик. Они не делают бытовые розетки, они делают электрооборудование там высокого вольтажа, то есть у них покупатели, условно говоря, просирая ВОЕСТ, РЖД, да, вот такие покупатели. Это, ну, довольно инновационная компания, обладатель кучи премий. И я рад, что, вот, как говорит, свой скромный вклад наша команда в это смогла внести. Нам удалось сделать так называемые операционные залы. Операционные залы входят как бы по одному, условно, по одному, да, сотруднику из каждого подразделения. допустим, допустим, если мы говорим вот в товаре «Делекторик», да, в НПО, в одном из производственных компаний, у нас было три операционных зала. Операционный зал, ну, назвали переменных затрат, но это, по сути, основной зал производственный, второй зал постоянных затрат, третий зал инвестиций. Операционный зал переменных затрат, это все, что связано с производством, закупкой и продажами. И в этом операционном зале физически сидел менеджер по закупкам, бухгалтер сидел, который отвечал за все. И там, кстати, и структура финансовой службы меняется. Часто бухгалтеров назначают там по счетам. Ты отвечаешь там за материалы, ты за расчеты с поставщиками, ты за банк. Нет, мы говорили так. Ты отвечаешь за материалы, но не за все, а только за материалы, связанные с производством готовой продукции. За констовар ты не отвечаешь, за стройматериал ты не отвечаешь. Но, это часть Dynamite с поставщиками, ты отвечаешь даже за платежи. И для этого мы открываем отдельный расчетный счет. У каждого операционного зала был свой расчетный счет. У нас структура расчетных счетов это, кстати, тоже такой важный механизм финансового управления. Хотя многие сначала не понимают, зачем это надо, потому что это же там тысяча рублей в месяц строить лишний расчетный счет. Да, мы физически откроем отдельный расчетный счет для каждого операционного зала. У нас в институте МИРБИС, как я говорил, у каждого продающего подразделения свой приходный расчетный счет. То есть на него, то есть каждый продающий подразделение собирает выручку на свой расчетный счет. Здесь другая ситуация. Тут всего одно продающее подразделение, оно же и закупающее производственное, поэтому у них один расчетный счет в операционном зале 1. В операционном зале 2, который перемен затрат, они отвечают за аренду, зарплату, за ход расхода. И третий зал – это инвестиции. Выделили отдельно, потому что это был стартап, там было много инвестиций, покупка оборудования, производственных помещений и так далее. И такой, видите, комплекс. Почему это важно? Потому что у них взаимозаменяемость. Вы не поверите, что когда эта единая команда, когда они должны уходить все вместе, это тоже важное требование у нас было, особенно на первых порах, что рабочие деньги у всех заканчиваются одинаково. То есть нужно сделать закрытый операционный день, подготовить отчеты, внести все документы за день в систему. Запрещено. То есть ты не уходишь домой, пока все документы за день не обработаны, как в банке. Баланс закрывается ежедневно. Такая оперативность нужна. Особенно сейчас, особенно в сложных условиях, когда информацию нужно получать день в день, прямо свежайшую. Информация с возрастом две недели уже никого не интересует. Поезд давно ушел. То есть сейчас в таких сложных условиях ритм изменился, все ускорилось. Поэтому важно ежедневно закрывать баланс. Об этом тоже мы говорим, как этого добиться. И вот, когда они уходят в одно время, то менеджер, закончив свою работу, видит, что бухгалтера еще работы много, менеджер уже уходит домой вместе с бухгалтером. Поэтому в его интересах помочь бухгалтеру обработать документы. Возникает интересная взаимозаменяемость. Бухгалтер вместе с менеджером делает бюджет. Бюджет, допустим, затрат на закупку комплектующих. То есть это все, ну не поверите, насколько это живой организм. Это вот и есть в моем такой адаптации принцип agile, когда взаимодействие людей важнее костной организационной структуры. Так я хочу сказать, так я интерпретирую для себя этот agile принцип. Фотография, кстати. Интересная фотография операционного зала. Операционный зал Таврида Электрик. Но на что можно обратить внимание на папке? Посмотрите на номенклатуру дела. Сейчас, конечно, у нас многое переводится в электронный вид. Государство обещает, что с 2024 года вообще там 80% всех документов будет электронных. Но электронные документы тоже нужно хранить. Они тоже не должны валяться, а бы как, на файловых серверах. Это бумажный документ. Обратите внимание, видите, у каждого раздела, свой цвет даже сделаем. Зеленый – это деньги. То есть это операции по расчетным счетам. Синий, по-моему, это материалы. Красный – это налоговый отчет и так далее. В принципе, даже в таких мелочах вот такой принцип визуализации работы. А второй момент, на что хочу брать внимание, ведь такая стойка, как в банке. Что если человек подходит к сотруднику операционного зала, это, ну, он не садится с ним и начинает обсуждать, как там вчера сходили в кино, давайте чай попьем. Нет, ты подходишь, стоя, как в банке, да, ну, то есть есть определенная культура внутреннего клиента, так я это называю. Это вот такая культура, она позволяет вырастить, ну, взрастить качество внутри организации. Да, что, помните, как я говорил, что у нас подразделения в Мирбисе институте, все продающие, они как бы пользуются услугами бухгалтерии. Да, так вот это вот отношение клиента, заказчик-клиента, оно, его важно насадить внутри компании. И тогда они начинают считать, ой, а что так нам, ну, доходит до такого, не поверите, что, начинают считать, что-то нам дорого обходится бухгалтерия, нам дешевле отделиться и там нанять бухгалтера на аутсорсе. Вот до такого доходит, когда люди начинают считать бюджет своих подразделений. Там, по-моему, есть вопросы, я попробую сейчас их открыть. Так, Владимир просит поделиться поставщиком лакокраски. Владимир, можно я вам отвечу лично? Напишите, пожалуйста, мне письмо смирновсобака.digital1s.ru. Я вам лично сообщу координаты, ну, потому что я слишком много про них сейчас рассказал, поэтому при всех я не хотел бы давать эти координаты. Вам лично я тогда, с вашего позволения, направлю. Друзья, мы в части презентации дошли с вами до конца. Я надеюсь, вам было не скучно, вы потратили ненамного больше часа, но надеюсь, что было полезно. Подводя короткие итоги, что хочется сказать. Что, да, ситуация сложная, но есть определенные подходы, как можно быстро ехать на скользкой дороге. И об этом мой разговор, конечно, по верхам. Но я постарался все равно какие-то там, как называется, какие-то ноу-хау вам рассказать, поделиться. Более подробно я приглашаю вас на курс, который длится три недели. Там два раза, ну, там 12 занятий, если не ошибаюсь. И там вы узнаете, во-первых, много нового, во-вторых, получите много готовых документов и материалов, и отчетов. Надеюсь, они тоже вам будут полезны. Вот записаться на курс, попрошу сейчас вывести ссылку. В общем, в общий чат наших организаторов, да, жду вас. Более того, что отличает именно этот курс, такого подхода, допустим, к управлению оборотным капиталом вы нигде больше не услышите. Ну, я знаю, о чем говорю, да. И, собственно, мой курс, когда я начинал чтение своих курсов с управления оборотным капиталом, я понял, что на российском рынке об этом никто не говорит. Об этом когда-то начинал говорить про Эсфотерхаус. Но они все время сбиваются не на системное управление, а там как на два дня увеличить оборачивание. Ну, слушайте, а скажите вообще, сколько она должна быть? Почему на два дня? Почему на 22? Да, то есть вот, мне кажется, все же мой подход, особенно к нормированию оборотного капитала, такого вообще в России не слышал. Поэтому вот, ну, я считаю, это фишкой своего курса, вот подробный такой рассказ про оборотный капитал. Кому интересно именно про оборотный капитал, есть отдельный курс про оборотный капитал, и можно только его взять, и там более детальное погружение. Курс, о котором мы сейчас говорим, такое вот антикризисное управление финансовым, там именно управление финансовым в сложных условиях. Именно как управлять оборотным капиталом, как я говорил, да, когда он должен стать таким линд поджаром, как вот нужно, как можно тут достать деньги, если они у вас заморожены там в излишних запасах. Вот, это первая такая фишка курса, что он действительно в какой-то мере уникальный, в части оборотного капитала, в части казначейства. Вторая фишка, что вы получаете бесплатную мою сессию. Полчаса, час, сколько вам будет нужно, я с вами просижу, отвечу на все ваши вопросы, и вы, опять же, можете использовать для… мы что-то можем с вами сделать даже за это время для вашей компании, если мы заранее подготовимся. Либо вы можете потратить время на себя. Я не скажу, что я какой-то крутой хэдхантер, но из-за того, что и я когда-то увешивал резюме на хэдхантере и искал сам сотрудников и руководителей финансов, когда я понимаю примерно, насколько могу, я там не заменяю гуру, который занимается подбором персонала, но как могу, я понимаю этот рынок и могу вам помочь даже в составлении резюме. Более того, могу дать им рекомендательное письмо. То есть, если вам нужна какая-то поддержка, я могу после разговора с вами написать для вас рекомендательное письмо, потому что многие до сих пор, как ни странно, многие работодатели ценят такие рекомендательные письма, когда принимают сотрудников на работу. Ну и, конечно, много материалов и книга. Это первая печать книги, она будет доступна только слушателям курсов. И это важно. Вы не поверите, насколько важно держать в руках что-то не электронное, а бумажное. Даже более того, хочу сказать вам, где-то полгода назад, не знаю, как сейчас, я заходил в такой есть галерея, магазин, где там всякие бутики, но не только бутики, но что угодно, начиная с Хендерсона, заканчивая чистой линией. И смотрю, что на первом этаже стоит целая секция, целый раздел, целый отдел компаний, которые занимаются электронной продажей курсов. Я не помню, кто это. Либо металлогий, либо скиллбокс, не буду врать. Сейчас не помню. Но они, люди из онлайна, вышли в офлайн и продают курсы. Они, что они продают? Может выглядеть смешно или подебильнее. Они продают коробку. Они продают коробку, там, допустим, за, там, курс у них стоит, там, 30 тысяч, 40, 50. Они продают коробку, а в коробке там лежит какая-то, там, бумажка, в которой там написано, что вот, там, ваш код регистрации и так далее. То есть люди вылезли. Ну, понятно, что все это можно найти в интернете. Зачем ради этого платить аренду? Зачем ради этого платить аренду? Зачем ради этого платить зарплату персоналу, который сидит там на сколько время? Но это важно, поверьте, это важно. Ну, кому интересно, можем отдельно над тем поговорить, да? Это важно иметь такое, иметь что-то в руках, твердую копию так называемую. И я считаю, что это выгодно выделяет курс, когда вы получите твердую копию в руки, поверьте, это вас будет вашим, ну, я надеюсь, гидом и проводником на довольно длительном этапе. Вы сможете всегда вернуться. Что вы забыли, сможете освежить памяти. Проще полистать, чем насматривать видео, поверьте, это быстрее. То есть я, допустим, вот не люблю видеокурсы, хотя я, несмотря на то, что обучаю, я сам довольно много смотрю всяких разных курсов. И по финансам, понимая, что на, ну, понимаю, как бы, ну, не то, что конкуренты, а как считаю, а у меня нет конкурентов в моем курсе, да, но те, кто рядом находятся, и там другие курсы, по маркетингу очень люблю, но мне тяжело слушать словами. Я вынужден смотреть, либо наскорь на перемотке, да, либо все равно я пытаюсь просто пролистывать презентацию. Это гораздо быстрее, чем слушать там, ну, какую-то реакцию. Я умею читать быстро, а слышать быстро я не умею, это не от меня зависит. Вот. Поэтому крайне рекомендую, вот, хотя бы ради даже этой книжки, ну, записаться на курсы, жду вас там. Друзья, спасибо большое, кто был со мной сегодня. Надеюсь, что это была интересная встреча. Как смог с вами поделился, и, ну, думаю, что такие встречи будут и дальше с нами происходить, да, что мы не ограничимся одной встречей. То есть я буду рад видеть вас на курсе, и потом мы, ну, просили не анонсировать, но все равно скажу, что мы, в принципе, хотим всех выпускников курса сделать определенное комьюнити, и они получают доступ там к многим интересным записям. Так я скажу. Вот. Это организаторы скажут подробнее потом, да, вам. Но вот выпускники курса впадают определенные комьюнити. Это тоже важно. И более того, не хочу сказать, что у меня как зажигалка зипа пожизненная гарантия, но я многих сопровождаю слушателей курса, даже за бесплатно, до сих пор помогаем, ну, допустим, в том устройстве. Думаю, человека знаю. Не знаю, слушать меня или нет. Пожелаю ей хорошего вечера. Спасибо, друзья, большое. Тогда до следующих встреч. Рад был вас видеть, слышать и чувствовать, что вы были вместе со мной это время. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова